привет ждем пополнение небольшое на прямой эфир у меня есть небольшая темка сегодня в чатах мы обсуждали одну тему в которой каждый конечно остался прав потому что все правды сосуществуют одновременно в общем девочки мои мои любимые девочки которых я люто ненавижу они в общем купив книгу мою а кто-то получив ее в подарок начинают ее раздавать и в общем после моего марафона на котором было собрано 700 человек две особы они сделали чат и насильно ну как бы не спрашивая всех добавили из этого марафона кого настройки позволяли в этот чат вот и девушка которая выиграла книгу она просто взяла и платную книгу всем раздавать бесплатно и у нее политика такая как у многих они согласились этим что если ты купил книгу то ты можешь не делать что угодно похеру что ты там раздаешь эту книгу бесплатно всем когда она в платном доступе я как бы с этим тоже соглашусь вот что если ты купил какой-то материал то ты имеешь право его раздать если бы у тебя была там напечатанная бы книга то ты мог бы ее раздать только одному человеку при этом она в твоем поле бы исчезла вот а в электронном виде можешь сколько угодно сделать копии и эти копии везде раздать как бы тоже согласна с этим то есть и согласна не согласна и неприятно что мои материалы бесплатно раздают вот и не надо в меня тыкать сейчас для чего этого хочу я просто рассматриваю ситуацию и хотела просто кое-какую вещь сказать вот для чего я там создаю я сама там разберусь для чего это создаю я хочу рассмотреть правды разные правды противоположные которые друг другу противоречит на этом примере вы знаете что у нас по математике 2 плюс 2 или 2 умножить на 2 будет 4 но также в математическом мире блин есть классные доказательства и я даже знаете формулу потому что на олимпиаде доказывала что 2 плюс 2 и 2 умножить на 2 может быть 5 сейчас у меня есть доказательства как их доказать 2 плюс 2 и 2 умножить на 2 будет 0 и с этими доказательствами не поспоришь они очень логичны понятные и легко доказуемые вот ну видите какое противоречие 5 0 и 4 то есть одно действие одни математические данные а получается разные результаты и этот результат и не противоречит так вот к чему клоню правды все правдивые все имеет место быть и какой правде склоняться этот вопрос волновал всех в чате вот и у меня родился ответ на этот вопрос какую правду выбирать вы можете доказать что угодно у нас очень изворотливый ум который просто шикарно может доказать свою правду блин всяческими способами вот но теперь вы должны ориентироваться все ориентироваться и я в том числе и каждый делает ли это правда счастливым счастливым вас лично и ваше окружение если да то почему нет но если она делает какую-то сторону несчастной то я так думаю что следует рассмотреть другие какие-то стороны это все что хотел сказать выхожу из эфира до свидания я пошла здесь все просто делаете ли вы себя и свой мир счастливым или не делаете так как я полностью соглашаюсь тем что все что в моей собственности я могу распоряжаться этим как угодно кто-то вот пишет смысл читать бесплатно ты ничего не отдал значит ничего и не получишь но они могли отдать что угодно не может быть здоровыми своим расплатились там проблемами кими-то не знаю каким-то куском энергии своим расплатились все все равно вот и многие писали в чате что если мне бесплатно дают книгу которую продают а я автора то не уважаю потому что мне насрать на чужие труды вот потому что мне на свои насрачу если б я свои труды ценил я бы и чужие труды бы ценил но я как бы не ценю свои труды вот но я должна научиться принимать я не принимаю подарки и тут мне дают в руки, почему бы не взять? Вот, это очень хорошая логика. Я её тоже прекрасно понимаю, эта логика очень удобная. Но вопрос, ты счастлив при этом, а окружение твоё счастливо? Ты реально считаешь, что, блин, это круто? Если нет, то можно подумать. Я тоже от подарков не отказываюсь. Но какие подарки? Они же раздают не своё, они же раздают чужое, блин. Можно так сказать. И вроде как и чужое, и своё, получается, одновременно. Видите, какие крайности? И всегда, блин, и в этих крайностях я уже целое одно вижу, я не вижу, блин, разницы между своим и чужим. Вроде как, это их собственность. Им подарили эту книжку, они могут с ней что-то делать, правильно? Правильно. С другой стороны, им подарили только для... Ну вот я подарила книжку человеку, чтобы он её почитал, а он раздал её моим подписчикам, ну, большинству, меньшинству, большинству тоже. Как посмотреть? И как бы... И считаю, что этот человек тоже прав. Вопрос, кайфует он от этого или нет? Если кайфует, то с этим всё в порядке. Вот. А мне нужно задать вопрос, а я вообще кайфанула от того, что я ему книжку подарила или нет? Я вообще-то тогда на тот момент кайфанула. А по поводу... Кто-то мне там начал тыкать, как обычно. Ты разобралась, почему ты хотела, чтобы у тебя взяли книжку и начали её всем раздавать? Да, я разобралась. Вот. Это то же самое, как с игрой 5D, которую я создавала, а потом мне же сказали заплатить 10 тысяч евро за неё, чтобы обучиться этой игре, которую ты сама создала. Я говорю, спасибо. Я негодовала, наверное, несколько дней, а потом меня торкнуло год назад, что всё, что ты создаёшь, ты отдаёшь и сразу впускаешь новую информацию. Сделал выдох, и тебе сразу вдох придёт. Новый вдох, вдохновение. И у меня такое было вдохновение, что просто я вообще сама в шоке была от того, насколько, когда я отпустила эту игру, меня попёрло вообще вот просто. И до того, как у нас возникла в чате эта ещё дискуссия по поводу книжки, я уже знала, что её раздают, я сразу Вике сказала так, просто эти знания уже с одной точки обзора, с двух, с трёх, я обмусолила, раздала. Нате, пользуйтесь. У меня сейчас будет вдохновение создать совершенно другое, совершенно новое, что-то отличное, может быть, противоположное, может быть, где-то близко, рядом, но что-то другое. И я просто освободила место, и пускай-пускай книжками, ради бога. Вот. Я сейчас новый пишу. У меня очень много новых идей. И просто мне нужно не держаться за эту правду. Скорее всего, эта правда уже обмусолена уже настолько, что нужно идти в новую. Для меня это расширение, для меня это классно. Я же раздражаю себя не просто так, а для того, чтобы, блин, двигаться дальше. Вот. И мне просто хотелось вам сказать, ребята, когда вы стоите перед выбором, какую правду взять? Вот всё логично, всё, но что-то где-то не так. Вот. Удовлетворение будет тогда, когда вас эта правда будет делать счастливым и радостным. И вам будет хорошо от этого. От того, что вы там спёрли чужое имущество и кому-то его раздаёте. Вот. Если вам от этого хорошо, ну окей. Значит, это хорошо реально. Но я не думаю, что им от этого весело стало, потому что у них там много чего случилось потом. Так. На марафон я опоздала, а у нас марафон закончился, и следующий марафон стартует в декабре. В первой неделе мы объявим набор. И всё расскажем, всё покажем. С Викой готовим сейчас. Вон Вика сидит в трусах. В шортиках. Ладно, да, в шортиках. За компьютером. Она сейчас готовит задание для марафона нового. Так что скоро будет. А если причина во мне, так зачем доказывать какую-то правду? Я не знаю, не доказывай никакую правду. Если причина в тебе, не доказывай. Я не пойму, к чему вопрос вообще. Я сейчас доказываю не правду, а то, что выбирайте любую правду, которая вас делает счастливым. И всё. Очень грустный вопрос. Привет, дорогая. Вопрос. Человек умер. Я испытываю невыносимое чувство утраты. Больше никогда не услышу голос, никогда не буду так счастлива. Попыталась прожить это чувство вечной потери. Не могу найти то ценное, что в этом чувстве и зачем я потеряла. Блин, ну тут работать надо с привязками. Я за три секунды даже не объясню. Ну, во-первых, придётся принять, что ты захотела его убрать из своей жизни, и у тебя на это были причины. Тебе нужно найти причины, для чего ты захотела эту иллюзию, потому что весь пир, блин, наша иллюзия, стереть из этой реальности. И причём это было сделано своими желаниями, и это надо принять. Чтобы это принять, нужно взять, наверное, листочечек и выписать выгоды. Выгоды, что тебе это даёт, когда этот человек ушёл, и когда он был, чему он мог помешать. То есть, что твоей душе нужно было, чтобы он отсутствовал. Где ты лишала себя движения рядом с ним. То есть вот такие вот примерно вопросы задавать. Я только могу со своей колокольной рассказывать. Я не обычный психолог, который ну, по-традиционной, который будет выслушивать вот эти вопросы. Что делают психологи? Ну, кстати, они классную вещь делают. Они очень много слушают. И принимают участие в том, что ты высказываешь всё, да, тебе становится легче. Ну, а потом наводят на определённые мысли. Наверное, нужно разрешить себе печаль, во-первых, пожалиться, найти людей, которые тебе будут сочувствовать, которым можно рассказать и выплеснуть все эмоции. Ну, реально станет легче. А потом заняться тем, что задавать себе вопросы, для чего мне выгодно сейчас убрать этого человека со своей реальности. задания такие же будут на марафоне? Да, похожие. Этот марафон будет для новеньких. Во-первых, марафон для новеньких, во-вторых, для тех, кто хочет его пройти повторно. Плюс он будет другого формата, он будет рассчитан на любое время, которое вы себе хотите на него потратить. Он не будет ограничен во времени, этот марафон будет выглядеть таким образом. Вы получаете первое задание и пока не сдадите домашнюю работу, второе задание не получите. Вы можете выполнять первое задание час и получить сразу второе задание. Можете выполнять неделю, получите через неделю второе задание. То есть это будет в чат-боте курс с техподдержкой и с чатом. С техподдержкой, которая будет помогать разбирать вопросы, которые вы не смогли или разобрать самостоятельно, выполняя задания. Вот такой вот будет марафон. То есть без ограничения во времени. Для тех, кто хочет пройти повторно и получить техподдержку. Либо для тех, кто не проходил марафон и не успел сейчас. И он будет не для женщин только, а для мужчин и женщин. Потому что очень много мужчин просились на марафон, но он был женский. И я решила сейчас немножко сделать другой формат для самостоятельной работы. И плюс техподдержка, если вы не можете выполнить упражнения. Упражнения будут максимально упрощены. Не будет задаваться, как на марафоне, сразу там 2-3-4 задания. Будет по маленькому заданию каждый день. И мы разобьем марафон на много частей, чтобы он был максимально комфортный. Потому что когда он в таком состоянии, это будет даже не марафон. Мы его по-другому назовем. Марафон – это пробежка толпой. Пробежали быстро ради самой пробежки. Ради этого удовольствия. Посмотреть на инструменты, которыми можно пользоваться. Что успел, то и успел. А здесь будет, скорее всего, полноценный курс, который будет распаковываться по мере выполнения заданий. И я попытаюсь их максимально упростить. Задания все есть у нас уже с марафона. Плюс мы еще новых добавляем и упрощаем старые. По-другому немножко их будем давать. Но я бы сказала, те же яйца, только сбоку. Результат о том, чтобы вы научились переводить мир, что он вам транслирует. Научились принимать мир таким, какой он есть. Перестали уже менять и изменять себе. Научились наблюдать свои желания, как они уже исполнены. И чтобы вы их уже чувствовали в своих руках, а не у соседей. Хотите денег? А деньги пришли соседям. Хотите дом? А дом купил. Друг. То есть, чтобы эти желания уже начали все-таки у вас лично сбываться, и вы могли это пощупать. Это будет вот такой марафон. Плюс он очень удобен тем, что, говорю, вы можете хоть его два месяца проходить. И это будет реально удобно в любом темпе, в котором вы хотите. По поводу цены, я не знаю, сколько он будет стоить. Я не решила. Я сейчас решаю. Было такое, что 500 евро, потом 400. Сейчас я хочу его сделать вообще за 100 евро, как один сеанс движения сердца по цене. Наверное, для того, чтобы до конца выплеснуть всю информацию, которую я уже мусолю тут не один день, и заняться вообще чем-то другим, вообще чем-то новеньким, чтобы уже эта информация у вас была у всех. Вот уже кто готов получить, получил. И пойти в какое-то направление, какое-то новое. Вот. Идей много, куда пойти в новое направление. И поэтому... Хочу отдать... Что есть? Выдохнуть. Потому что, наверное, не будет это дорого. Что? Запишите, пожалуйста, эфир, сохраните, выберите. Спасибо. Ну, знаю, постараюсь. Да, это круто. Моя правда делает меня счастливой. И принять, что другие могут тоже... Чего? Быть счастливой от другой правды. Нелли, подскажи, летом машину чуть не угнали, не смогли, а неделю назад стукнули. Но ваша машина с чем ассоциируется? Если... Давайте, ассоциации накиньте, что для вас машина. То есть во внешнем мире это машина в материальной форме, а какие чувства могут быть внутри, вызванные этой машиной. То есть наш мир — это уплотнённая форма чувств. Машина какие эмоции вызывает, какие чувства вызывает? Вот давайте, накидайте. Что она может вам показывать во внешнем мире? Ну, например, для меня машина — это скорость. Это какое-то движение, ассоциации. Что ещё может быть? Мобильность. А дальше давайте сами. Сейчас почитаем. Дальше отвечу. Как избавиться от чувства жалости к себе и окружающим? Ну, надо просто признать в себе творца. С этим надо работать. Я всё время влюбляюсь и страдаю от этого. Я слишком открыта и искренняя. Мужчины закрыты и скрытные. Так. Осознать, что вы влюбляетесь и чувствуете чувства влюблённости не к мужчине, а к тем эмоциям, которые они вам дают проживать в своём собственном теле. То есть эти чувства вы проживаете в своём собственном теле и радуетесь, и кайфуете, и начните влюбляться вообще не только выборочно, а вообще во всех людей начните влюбляться. Испытываете эйфорию, блин, от каждого. И офигеваете от того, что эти чувства вы себе помогаете возродить, глядя на этот прекрасный мир, на прекрасных мужчин, и кайфуете даже от женщины, и влюбляетесь в женщин тоже что-то плохого. Не надо искать одного человека, в которого можно влюбиться. Дело в том, что чувство влюблённости — это ваша влюблённость в самого себя. То есть вы в себя влюбляетесь. Вы такая классная и открытая, и искренняя. И поймите, что в это время вы любите себя, а не мужчину. Мужчина вызывает у вас вот эти офигенные чувства. Это классно. И вы в нём можете увидеть себя тоже. Причём, когда вы влюбляетесь ещё в закрытых и скрытных, у вас это тоже есть тот потенциал, который как талант тоже может раскрыться, потому что это не плохо, не хорошо закрытые. Это тоже какой-то талант. Где-то его можно применить. Скрытные тоже где-то можно применить. Почему-то это хорошо осознать. Короче, не обязательно от людей, в которых вы влюбляетесь, требовать любви, потому что... Блин, он и так вам уже, знаете, сколько дал. Он дал вам в отражении увидеть эти чувства офигенные. Он вызвал... Он пришёл на землю как цветочек. Вот есть цветочек, да, он растёт для чего? Для того, чтобы мы любовались этим цветочком, кайфовали, нам было, блин, классно смотреть на этот цветочек. Вот. Я не требую от этого цветочка, чтобы он меня любил. Я хочу, чтобы он просто радовал мир и меня, потому что он вызывает во мне офигенные эмоции. Смотрите на людей. Вот сколько человек этот вам уже дал. Не надо с него требовать ещё что-то. Когда мы хотим от других людей что-то требовать, это, ну, понятная нехватка к самим себе этой любви. Просто разверните свой угол обзора, что вы сейчас в себя влюбляетесь и испытываете вот эти чувства. А когда вы в таких окрылённых чувствах, то вы можете загадывать даже любые желания, они все начнут исполняться, горы сворачиваются, потому что вы окрылённые, вам хорошо, вам классно. Направьте эти эмоции вглубь себя. Не вовне их разбазаривать, а на себя. И кайфуйте, и спасибо, благодарите этих людей за то, что они в вас эти эмоции вызывают. Которые, ну, реально кайфные, они приятные эти эмоции. Эти эмоции вообще так классно проживать наедине с самим собой. Помню, мне дали задание, когда я прорабатывала свои, блин, тяжёлые мозги деревянные, мне дали задание, что сейчас ты начнёшь влюбляться в мужиков, и примерно там 50-100 мужчин, даже не сближайся с ними, не говори, что они тебе нравятся, начни влюбляться, у тебя это будет сейчас. Да, я действительно, блин, каждый день влюблялась в мужика, и думала, всё, это моя судьба. Вот, но я знала, что мне нужно было 50-100 человек в течение года пропустить, направив эту влюблённость на себя. Блин, это был невероятный год, конечно. И когда ты не зацикливаешься на человеке и понимаешь, блин, какую красоту он в тебе вызывает, какие чувства вызывает, какие эмоции, он как цветочек, блин, так радует. И от этого классно. И ты понимаешь, что завтра другой человек точно такие же эмоции будет тебе вызывать. И это действительно происходит. И находиться в этом состоянии, влюблённости, эйфории, когда тебе все нравятся, но при этом ты с ними не тусишь, а наблюдаешь со стороны, блин, это тоже очень круто. Ну, вы просто не пробовали так, наверное, попробовать надо. Где узнать про марафон? Мы ещё не выкладывали информацию, мы сейчас всё сделаем, выложим в постах, в сторис у меня, в профиле, здесь, в Инстаграм. Что делать, если ты права, а человек тебе не поверил? Почитайте пост про правду. Какие у меня посты с правдой? Что все правды существуют одновременно, и в его реальности у него правда своя, и он видит по-другому. И вообще зачем вы ждёте, чтобы он поверил в вашу правду? Блин, наверное, меня поймут с мозгами меня, такими же, как у меня. Когда начало марафона? Я объявлю, объявлю на днях, как мы с Викой подготовим. Сколько нам дней его делать? Пару дней. Пару дней мы его будем делать, как только всё будет готово, подготовлено, ещё чат-бот нужно сделать, и мы вам объявим. Ну, в течение недели, я думаю, что мы всю информацию уже повесим. Сейчас информации нет, поэтому вы можете даже не спрашивать, когда он будет, именно сколько он там стоит. Я примерно ориентируюсь на 100 евро, да, мы будем ориентироваться? Примерно. Вот, почему я вообще решила марафон сделать платным? После бесплатного марафона сейчас отъединились девочки, сказали, что я собираю всех на марафоны для того, чтобы получить от всех инсайты, и потом эти инсайты красть и рассказывать их в эфирах. И я поняла, что бесплатное только говнишко потом льётся на меня. Такая, думаю, нет, ни хера не ценит. Будет хотя бы 100 евро. Люблю тебя, Нелечка, с тобой. Столько вер роднулась в осознании. Спасибо большое. Космос Галина. Ты самое важное, ты всегда бомбишь о главном. Ну да, не все меня ещё понимают при этом. Ну догоните. Машина. Наверное, это гордость, роскошь, кайф. О, для кого-то машина даже гордость. Никогда бы не подумала. Так, ваша гордость ломается. Где-то кайф, да? Стукнули в себя, потому что... Гордость — это очень хорошо. Но перебор гордости — это гордыня. Я так думаю, что машина — это всё-таки гордость, не гордыня. Гордость — это хорошо. Герой — это хорошо. Кайф. Машина, гордость — кайф, роскошь. Где вы стучите себя по своему кайфу? Да, или как, или не... Кто-то хотел угнать ваш кайф или вашу гордость? Давайте ещё ассоциации. Смотрите, куда я клоню. То есть вы накидываете на машину ассоциации. Там, может быть, ещё какой-то списочек будет небольшой. И спрашиваете, где я это пытаюсь угнать у себя. Да, и что я, значит... Машину стукнули, помяли, поломали. Где я ломаю свою роскошь? В чём? Где я ломаю свой кайф? В чём? Да. Где я ломаю свою гордость? В чём? То есть ломаю и угоняю. Примерно в таком направлении думать. Как проработать своего внутреннего мужчину, чтобы мой внешний предложил вместе жить? Вопрос. Первое. Принимаем. Я хочу, чтобы мы с моим мужчиной не жили вместе. Я принимаю мою материальную действительность такой, какая она есть. Всё, что вокруг меня происходит, это моё воплощённое желание. Я так хочу. Сначала мы это принимаем. Надо принять, что раз так происходит, значит, я как творец так хочу. Ум не понимает, почему он так хочет. Ум, конечно же, хочет противоположное. Но ваша душа не хочет сходиться. И здесь задаёте себе вопрос следом. Какие у меня выгоды? Почему? Для чего я хочу не жить с ней вместе? Для чего я хочу жить раздельно? Может быть, свобода ваша потеряется, и вы боитесь потерять свободу. Может быть, вы начнёте играть роль мамки, потому что не раз её играли, и роль ребёнка, и потом в семейных отношениях у вас паттерн идёт с прошлых каких-то отношений, что нелады были. Где-то вы подсознательно прям не хотите сходиться. Может быть, вам вот эта вот лёгкость свободных отношений больше нравится, но вы не хотите в этом себе признаться. Надо найти причины. Что ещё? Проработать внутреннего творца. Ещё найти причины, почему вы не хотите принимать своё творчество. Чтобы коннект был вашего мужского и женского вместе, чтобы они были вместе. женщина принимает творчество, мужчина желает, мужчина делает, женщина принимает. Получается, что вы либо не хотите желать, чтобы мужчина что-то сделал, либо вы не хотите принимать. Либо одну из двух, либо два в одном. Вот это профанация. Не все мужчины скрытные. Согласна, не все. Но она говорила о тех мужчинах, которые именно ей попадаются. Машина, свобода, перемещение, независимость от общественного транспорта. Свобода, перемещение, независимость. Вот где-то вы бьёте себя по своей независимости, ломаете свою независимость, где-то вы тормозите в переменах. «Я делала медитацию сегодня на образ папы, принимала его в сердце и любовь. Потрясающе для отношений с мужчиной, чтобы перестать искать папу и проявляться не девочкой, а женщиной, которая даёт». «Я делала медитацию сегодня на образ папы, принимала его в сердце и его любовь». Да, для обычных людей представьте своих любимых, любимых ментально, в фантазиях. Скажите, как вы любите своих любимых, если вы их физически не можете рядом обнять. Либо они вообще ушли, либо находятся в другом городе, это неважно. Обнимите, скажите, как вы их сильно любите. Почувствуйте это тепло. Да. А когда ты проработаешь, возможно, тебе не захочется жить вместе. Юлия, ну ты не пугай сразу, но, возможно, и так. Как мне зацикливаться и быть такой лёгкой? Это сложно. Легко и сложно – это шаблон. Это две крайности, которые нужно трансформировать. Почему всё, что лёгкое – это самое сложное, а все сложности самые лёгкие? Вот осознайте, почему. Для этого представьте какую-то картинку, накидайте ассоциации, и придите путём рассуждений к единому целому ответу. Почему лёгкость сложна, а всё сложное – самое лёгкое? Или без самого, просто лёгкое? Так. Сестра бровь рассекла себе. Я ей говорю, хорошо, что с глазом всё в порядке. Ну, фокус внимания дано. То, что хорошо, желательно иметь всегда. С этим соглашусь. Нелли, помоги, пожалуйста. На последних местах работы постоянно происходит задержка зарплаты. Это долг себе. Да, вы задерживаете свои желания, конечно же. Но разобрать не могу, в чём. Какие ответы вы написали на вопрос, что я хочу? И ответьте на вопрос, почему я себе этого ещё не дал. Не надо писать там машину, квартиру. Нет. Мы каждый день совершенно хотим другого. Мы очень много хотим чувствовать радости, лёгкости, чтобы нам было классно. Мы хотим чувствовать разных эмоций. Мы хотим... Блин, мы много хотим чего чувствовать, что себе не разрешаем, не позволяем, и нам некогда. И мы всегда хотим чувствовать какие-то состояния различные, а их давно себе не давали. Вот реально не давали. Вот спросите себя, что я хочу чувствовать? Чего мне не хватает? Может, я хочу научиться в какую-то игру играть, там, в шахматы, в бомбинтон, поплавать сейчас хочется, попрыгать, побыть в лесу, запах ёлки там понюхать, может быть, ещё что-то. Куча желаний, просто миллиарды в голове проскакивают, вы их мимо пропускаете. И у вас по-любому есть такое, то, что уже решили исполнить, вот в прошлом эфире как раз на эту тему говорила, уже решили исполнить, уже озвучили это желание, ресурсы есть и время, но вы себя тормозите, то ли лень, то ли типа некогда, когда вы важностью наделили бессмысленные вещи и всё время тратите им. А самое важное, то, что вы хотите чувствовать, вы наделили неважностью. И каким-то образом всё время отмазки себе придумываете, что я это не могу сделать, ну как я сейчас пойду там петь, танцевать, в короке петь, ну вот как я пойду, мне же там работу нужно сделать. Ваша работа никуда от вас не уйдёт. Чтобы быть продуктивным, эффективным, чтобы вашей энергии хватило на большие результаты, вам нужно столько же и отдыхать. Причём отдыхать это не имеется в виду на диване лежать. Нет, отдыхать имеется в виду душевно. А душевный отдых может быть ох какой заводной и активный. То есть здесь вообще не говорится про лёжку на диване. Морально отдыхать от чего-то. Во время марафона муж бросил курить. Я раньше давила года два, что бросила, тут сам решил измениться. Ой, Эльмира, классно. Я сейчас... Нет, я не заскриню. Заскриньте кто-нибудь, а то у меня прямой эфир. прервётся. Я хочу этот отзыв себе. Я собираю отзывы. Поздно подключилась, прослушала ответ по поводу МЧ. Если попадаются несвободные мужчины, которые хотят лёгких отношений, что это может значить? Что я ещё не вижу в себе? Ну, это вы хотите лёгких отношений. Причём вы хотите отношений, нигде вам придётся работать и пахать, как лошадь в этих семейных отношениях, как вы делали это раньше. А вы хотите лёгкости. Вот. И вообще мы хотим эмоции всегда чувствовать. Какая разница, живёте вы там или не живёте. Так классно поиграть в игру букетно-конфетного периода, даже если он там затянулся на год. Это же так круто. Делать свои дела. Блин, мне наоборот нравится, когда я больше свободная. У меня свой дом, свои дела, и мы поехали, встретились. Провели классный досуг, потом я занялась своим делом. Просто, может, так не пробовали. Мы всегда хотим того, чего не хочет наша душа. Потому что мы так думаем, что так надо, так правильно семья и жить вместе это вот прям нужно. Пропуская этапы, которые вы не проходили. Может, вы не насладились вот этим букетно-конфетным периодом. Вы не успели познакомиться, уже, блин, надо в ЗАГС тащить. Ну, как я сделала своим мужем. Ой. У меня во время марафона жизнь изменилась. Классно. В какую сторону? А я после марафона записалась на танцы. Вот это класс. Мне бы тоже записаться. Не могу забыть бывшего мужа. Вы в нём ещё пытаетесь... То есть, вы привязались, потому что вспоминаете о том, какие он эмоции вам давал. и вам кажется, что больше никто и никак и нигде никогда не даст вам таких эмоций. Вспомните, что он вам давал, какие эмоции вы получали. И дайте себе эти эмоции. Придумайте новые способы получения этих чувств. Тогда вам не придётся держаться... держаться. Я только что конспектировала твои слова, почему желание не исполняется с последнего эфира. Блин, вот только дошло. Ведь ты всегда об этом говорила. Да ладно? Ох. Лёшка на диване. И Лёшка, и Лёшка. Если не с кем морально отдыхать, а очень хочется. Так, ну, давайте мы не будем придумывать отмазки, что не с кем морально отдыхать. Вот реально, не надо. Сайты знакомств никто не отменял. Вы можете пойти в любую кафешку, улыбнуться и с кем-то познакомиться. Можно познакомиться в миллион мест на улице, где можно познакомиться. Даже просто на улице можно познакомиться. Вопрос, было бы желание. Но, если вам не с кем морально отдыхать, значит, ваше желание сейчас сидеть, страдать и говорить, что мне не с кем. Но у вас такое желание. Рассмотрите, почему вам выгода это делать. Подписано буквально три дня. Страницы публикации не смотрела, но, судя по прямым эфирам, словила инсайт. Мы сами творцы, у каждого своя реальность. В мире есть пересечение реальности людей. Линочка, все так. В моей реальности все так. Присоединяйся к моей реальности. Или как разобрать, почему веду себя как дебил с мужчинами? Ну, так, задай себе вопрос, какие выгоды я получаю, когда я веду себя как дебил с мужчинами? Но мне это выгодно. Где? В чем? Почему? И дайте эти выгоды себе каким-то другим способом. Муж достает своими телефонными звонками постоянно, контролирует меня. Так, это вы себя контролируете, контролируете свою жизнь, не даете пустить на самотеку. Жизнь здесь, сейчас, вам нужно строить планы. Вот, так что это вы контролируете себя. Мужчина молодечек, он вам как актер свою роль отыгрывает очень классно и показывает, где вы себя вообще тормозите от течения потока этой жизненной вот всей ситуации, вы тормозите себя. У вас куча желаний, но они не могут исполниться, потому что вы не даете этим желаниям ход. Таким образом, что берете и контролируете свой путь, который вы заранее уже прописали. Ну, я же знаю, как надо делать, я же знаю вот это. И контролируете, чтобы шаг влево, шаг вправо я не пошел. Отсюда блок на все ваши желания стоит. Муж это показывает, хочешь своих желаний, отпусти свой контроль. То есть он же не просто так вас контролирует. зеркало ваше. Вернее, не зеркало, он ваше продолжение, муж это вы. Ваши неопознанные части вас, которые вы через него в себе узнаете для чего-то, ну, для чего-то, для опыта и движения, естественно. во время марафона прошла обучение, которое собиралось пройти почти год. Еленочка, ну, я тебя поздравляю. Я сама прошла такое обучение, после марафона меня так торкнуло, вот просто капец, как торкнуло. Сам марафон был, ну, марафон как марафон, а вот после марафона, когда девочки создали свой чат, и опосрали меня с ног до головы, вот что я, оказывается, оказывается, взяла все учения у сиентологов, я в душе не знаю вообще у этой секты ничего про них, что я знаю только, что есть такая секта, она была, существует ли она до сих пор, не знаю, но она была, вот я знаю, что были динозавры, вот я тоже знаю, что были такие сиентологи, вот, а о чём они там, без понятия, короче, они сказали, что я у них всё украла, ну, это круто, конечно, если я у них что-то украла, не знаю об этом, блин, значит, я супер-медиум, вот, а потом они ещё сказали то, что я украла их знания, потому что это они всё знали, а я у них из головы их вытащила и рассказала, воровка, воровка, короче, вот это был для меня инсайт, я раскрыла в себе медиума, я такая крутая, прикиньте, я умею считывать информацию, ну, это я и так умею, по-любому, я, короче, с головы выгрузила у саентологов и у некоторых девочек в чате моего марафона, которые припёрлись ко мне, сами гуру, сами всё знают, сами всё умеют, но они припёрлись ко мне, чтобы я не скачала все знания, и они потом мне говорили, вот она скачала с нашей головы все наши знания, такие дела, я, короче, открыла в себе вот новые дары, я умею скачивать знания с головы, так что не думайте при мне ничего, пожалуйста, какие у меня ещё таланты раскрылись после марафона, вот, ещё могу ходить в прошлое к динозаврам и скачивать у них информацию, я скачала информацию с 90-х годов у саентологов, и вот, короче, блин, я что, я крута, после марафона муж дарит цветы, вкусняка, вкусняхи, дочка начала заниматься, худеть, улучшились отношения, самое главное, полюбила себя, классно, Анастасия, вот есть девчонки, у которых информацию я не скачивала, я согласна, что хочу лёгкости и конфетно-букетный период, но меня колбасит, что парни встречаются ещё с кем-то, ещё с кем-то, меня это разрушает, т.е. вы не понимаете, что все эти парни, ваши актёры, которые предназначены вам в вашей жизни изучать себя, т.е. вы всё внимание на кого-то, а о себе забываете, т.е. это вам внутри обыдно, и вы сами себя разрушаете тем, что живёте жизнью не своей, а других людей, и обращаете внимание на других, а не на себя, не на свои чувства, не на свои желания. И вы себя не ставите на первое место, а по идее вы должны. Даже, знаете, в самолёте есть такая штука, что если что-то там случается, выпадают эти маски, вы должны одеть сначала на себя, а потом можете спасти ребёнка и одеть на него. Вот. Блин, этому даже стюардессы всем там орут просто. Ребята, сначала себе помоги, потом уже сможешь тогда помочь другим. Если тебя не будет, кто поможет другим? Вы себя на первое место не ставите, вы ещё себя делите с кем-то, пытаясь их жизнями тоже жить, манипулировать, а причём вы ещё мужиками манипулируете очень жёстко. Какие вопросы вы чаще всего задаёте себе? Для чего я этого хочу? Какой здесь опыт? И интересно, почему это хорошо? Ну, это уже даже не вопрос, это просто интерес. Пока говорила, у меня салют за окошком, у нас, кстати, тоже был недавно. Даже если вы взяли учение у хиртологов, это что? И что? Так. Есть новая секта хиртологов, скорее всего, если в сознании такое всплоп, по-любому существует. Надо загуглить. ты у себя украла, когда сделала марафон бесплатным. Почему? Что я могла у себя украсть? Я делюсь, и этим расширяюсь. Я хочу выдохнуть, полный выдох, для того, чтобы заняться вообще другой информацией. Мне хочется просто эту информацию отдать. я уже поварила с ней. Уже мне ее вот так вот хватает. Не знаю насчет украла у себя. Что я могла у себя украсть? Я поделилась и расширилась. Кто-то боится создавать свои марафоны, что у него украдут, а тут наоборот. Да. Наоборот, хочу выдохнуть эту информацию. Нелли, это тебе комплимент, что ты еще из секты, и ты знаешь их тайну. Да, я крута. Я скачала у динозавров, у этой секты саентологов и у этих людей из головы информацию. Я крута. Ну, что я могу себе сказать? Я только могу себя похвалить. веселуха, зайдите в чат рефлексии и почитайте. Да, мы там очень много уже удалили. Мы там наржались, осталось немножко. Я про чат первый раз слышу. Вот, конечно, сначала буря возмущения, а потом представила себе, в каких ситуациях я себя так веду. чат называется, его создала Надежда Цитсура и Эльвира. Чат называется Женский пук, ой, извините, Женский круг. Женский хрюк, третья версия от Вики. Мне ничем уже не помочь. Вика, ты чего пишешь такое? А у меня глаза за окном. Интересно. Ночной эфир, вторая серия. Кстати, еще не ночной, вечерний пока. Херектологов мы не встречали, вот Нелечку полюбили. Спасибо. Ой, сегодня смотрел твой эфир про стыд. Это был переворот. Да, кстати, про стыд. Очень классный эфир, посмотрите, у меня либо на ютюбе про стыд, либо посмотрите, как она называется, в инстаграме и GTV там посередине нажмите, найдите прям простыд. Я его раза три сама пересматривала. Приходите в чат рефлексии, мы там ржем и рефлексируем. Вика зазывала. Это наш чат рефлексии. Ссылка в профиле. Надежда, которую нафиг послала? Да я надежду не посылала, она у меня выиграла бесплатно хакер-чат. Курс. Пришла на него, ну я даю ей задание. Она говорит, я не буду его выполнять. И начинает какую-то херню писать вообще. Она целый день какую-то херню писала. Ей шесть модераторов говорят, так, ответь, пожалуйста, на вопрос вот конкретно. Я хочу понять, почему у меня нет денег. Почему они не приходят? Я говорю, чтобы они пришли, нам нужно осознать, давай трансформируем шаблон деньги. Я говорю, да не надо его трансформировать, давай осознаем выгоды, и почему ты хочешь не иметь этих денег. Давай с этого начнем. Она, нет, ты меня не понимаешь. У меня нет денег, это не лечится. Блядь, говорю, давай мы сейчас с тобой поработаем. Она весь день мало и мало, короче, и просто в конце вечера говорит, я ухожу отсюда, мне ваш чат не по душе, я не хочу под вашу дудку исполнять тут ваши задания. Мы такие, ну окей, не хотите, не надо. И все. И тут мне стали писать про ее чат, который она создала, где 150 человек добавила, где они там, меня там вообще просто классно. по головке гладят. Я думала, Надежда ваша, Админ. Ага, конечно, разбежались. Что ты делаешь, когда встречаешь осуждение в свой адрес? Злюсь. Это естественная реакция организма любого человеческого индивидула. Дуального индивида, блин, любого человека. Злюсь. У меня еще есть такие эмоции, как непонимание, раздражение, охеревание. Такая, чё, блядь? Вот. Я признаюсь себе в этой эмоции. Я принимаю ее. Круто. Для чего я хочу раздражаться? Так, я себя раздражаю для того, чтобы двигаться дальше, потому что, видать, у меня какой-то застой. Опять, пуссорю какую-то информацию либо действие, что-то я не делаю. Хочу себя раздражать для того, чтобы идти дальше. Классно. А где это кроется? В чем? Ну, я разбираю ситуацию. То есть, сначала я себе признаюсь в своих эмоциях и разрешаю им быть. Не пытаюсь их себе подавить, а говорить, не, я не реагирую ни на что. Даже если мне плохо, я не буду врать ни себе, ни людям. Могу людям врать, но себе точно не буду врать, что мне при этом нормально. Все, кто говорит аллилуйные ваши головы, все, кто говорит, меня это не заботит, мне пофиг, а у самого внутри клокочет, ну, вы жестко себе врете, и ни к чему хорошему эти подавления чувств ваших внутри вас, они ни к чему хорошему не приведут. Я никогда не призывала подавлять свои чувства и говорить, что причина во мне, они меня раздражают, они хорошие, они мои Микки Маусы, причина во мне, мне не больно, мне не плохо, буду сейчас разбирать. Нет, я говорю, мне больно, мне плохо, признаться в своих чувствах, да, и меня это раздражает, блин, да, мне это не нравится, да, мне хреново от того, что меня хуесосят, когда я, блядь, тебе дала, а ты взяла, ещё другим дала, и потом ещё какая я хуёвая, вот, и после этого, естественно, мне непонятно, что за херня, я сначала в этой херне себе признаюсь, да, мне плохо, почему, но, когда я себе признаюсь, то, что мне плохо, мне от этого уже радостно, я уже начинаю над этим ржать, когда я начинаю разбирать, становится всё прикольнее, прикольнее, потом в итоге получается такой взрыв денег, потому что идут большие перемены, такой взрыв новых каких-то движений в моей жизни появляются, фейерверки, но когда я себе призналась, а после этого уже можно разбираться, если я себе не признаюсь в этом, и скажу, да, мне пофиг, пройду я мимо, я просто пропускаю сигнал своего тела, понятную реакцию организма, я просто подавила, я просто её пропустила и прошла мимо, я тогда не разберусь с этой ситуацией, если я скажу, что мне нормально, я робот, я, блядь, не человек, моё тело ни хера не реагирует, оно бесчувственное, я просто скажу, мне пофиг, и пройду мимо, я пропущу этот сигнал, вы думаете, от этого легче мне будет потом в дальнейшем, или людям в окружении? Нет. Чтобы себе помочь, нужно признаться в своих чувствах, да, плохо, да, да, не ебанько, потому что я ебанько, из-за чего, и разбираюсь почему. Так, надеюсь, вам понятно, что испытывать чувства — это хорошо, любые чувства испытывать — ещё лучшие, а не только хихонькие да хахонькие, то, что мне прекрасно, я вас всех люблю, люблю вас, да, я вас ненавижу, это тоже нормально. Нелли вообще опасная, скачай шинфу из головы мужчин и выдашь все наши секреты девочкам. Блин, вот ты отжёг. Она выиграла, сколько стоит хакер чат и говорит, что у неё нет денег, обесценивание, трындец. Ну, да, но она пока этого не осознаёт и не хочет даже в этом разбираться. Она считает себя очень умной. Моё зеркало. Я тоже себя считаю очень умной. Сама себе поцелуй послала, не вам, потому что я себя в отражении вижу в прямом эфире. Нелечка, представляешь, какая твоя книжка ценная, прям бесценная. Когда я была студентка, мы от руки переписывали книжки и распространяли ценные. Да, представляю, конечно. И дело-то не в книжке вообще, дело в отношении. Когда очень много людей поддержали эту раздачу и сказали, Нелли же всегда говорит на эфирах, что нужно делиться. Я согласна, что нужно делиться, но нужно делиться-то своим. Это раз. Ну, раз я её купила или выиграла, значит-то это моё. Это хорошая логика. Очень хорошая логика. И вообще, как они сейчас заявили, Нелли я создала, Джон Диспенсер я создала. И вообще весь этот чат был мой. И задания были мои, мной написаны. Просто она их украла. И присвоила теперь говорить, что это её. Хотя я её создала. Ну, короче, уже бред сумасшедшего начался. Вот. Ну, окей, зайди ты, пожалуйста, в дом, в какой-нибудь, и скажи, всё, я здесь живу. И выгони оттуда там какого-нибудь дядю. И посмотрим, как он тебе пизделений вставит за это. Иди, пойди в магазин и скажи, что здесь все вещи мои. Я вас создала, и причина во мне творец. Я и сейчас эту одежду, которая висит у вас тут, я всю забираю бесплатно. Иди, пойди, скажи. Мне-то через экран ей легче сказать, что я у тебя забираю книжку, она моя, и сейчас я её всем раздаю, имею право. Вот. А попробовала она бы вживую мне такое сказать. Пиздерей бы отхватила жёстких. Но, так как мы за экраном-то все очень могучие, она этого не скажет, потому что она не понимает, что она эту игру создаёт, в неё играть. И в игре есть правила. И эти правила нарушать в игре чревато. Потому что игры не получится. Не просто так она эту игру создаёт, но вот так вот нарушать в нагло правила, понятно, что она эту игру создала. Но пускай принимает тогда уже, и что она и создала, что её надо купить, а не, блин, получить и раздавать. Короче, ладно. Это мои эмоции. Я так тоже поступаю, где-то, наверное, возможно, что-то где-то как-то рассматриваю. Кто-то мог выиграть этот хакер-чат, а она просто забрала у человека возможность. Так, каждый человек забрал у себя возможность, не выиграв в этом хакер-чате. Всё нормально. Не хочу я разыгрывать ещё раз. Пожалуйста, даже не просите. После такого у меня был синиминутный порыв нажать кнопочку Delete на всех своих соцсетях и больше год не заходить, поменять ник, фамилию и выйти зам заново или взять фамилию мужа, чтобы меня больше никто не нашёл, купить голубые линзы и стать вообще другим человеком. И улететь на Бали. И улететь на Бали, да. Минутный такой был порыв. Вика мне не дала это сделать. Значит, идём дальше. Так. Книжка не 500 рублей стоит, а для начала 50 тысяч. Но это надо ещё дойти до такого понимания. Почему 50 тысяч? Она стоит... Она вещи бесценна. У меня почти во всех ситуациях на вопрос, что в этом хорошего, вылазит ответ для дальнейшего движения. Так, нет, давайте конкретизировать. Это слишком размыто. Оно ничего вам не даёт, как действовать, как думать, как двигаться. Поэтому это не ответ. Везде один ответ, это нормально, но нет. Если она не делала задания, как она выиграла? Она сделала все задания? Да, она сделала все задания. Мало того, что все задания сделала, она активно всё сделала, вообще всё сделала. Даже видео записала. Кстати, про видео мы сегодня забыли пост выложить, завтра выложим. Олечка, красивые цветочки тебе сегодня подарили. а этого между собой. Так. Она выиграла чат, но в чате задания не захотела делать, в хакер-чате. А, ну да, то есть для выигрыша нужно было сделать задание на марафоне. На марафоне она сделала, и после марафона был розыгрыш. Она выиграла в курс хакер-чата, где мы 10 дней нон-стопом трансформируем программы просто пачками в большом, огромном количестве вместе, прям толпой, рассматриваем одну со всех сторон программу. Она отказалась от этого, сказав, что я не хочу, потому что я лучше вас знаю, и вы взяли это усиливать. саентологов. Она, когда удалилась чата, еще скинула книжку по саентологии. Почему я хочу сказать саентологии? Саентологии. Короче, скинула Вике книжку и сказала, почитайте, там в этой книжке все ваши методы. Но мы не стали читать, потому что я хзн. Там есть такие методы или нет? Даже не знать не хочу, короче, неважно. Ну, раз она такая умная, почему у нее нет денег? Вопрос. Вот, и все. Я бы так. подумала. Это девочки подтвердили, что ты отлично умеешь считывать информацию. Ты супер. Вот им этого не дано, но думаю, им этого хотелось бы. Вот они это и озвучили. Тоже логично. Тоже логично. Думаю, да. Блин, как вы над ними стебаетесь. Честно, мне ржачно. Нелли, ты взорвала девочкам мозг. Они теперь, как дети, в переходном возрасте и не знают, что с этим делать. Гормоны колбасит. Может быть. Ты человеку башню вскрыла, не удержалась крыша. Я даже мужу ссылку не отправила на книгу, чтобы распечатал. Попросила меня подключить... Попросила меня подключить к принтеру. Не хочу стукнуть добром никого. Хитренькие. Ну, может, а можно дать почитать? Где она живет? Можете поехать и выписать? Слушайте, ну, блин, зачем эти лишние телодвижения? Лучше на себя их потрачу. Тем более, я крот. Мы с Викой кроты. Мы с утра до вечера сидим вот и работаем за компом. Мы кроты. Куда выписывать? Ехать. Ну, хотя, если бы она рядом была, я бы ей выписала. Такая ситуация впервые. Был еще подобный негативчик в марафонах. Это после каждого марафона. Поэтому, после первого марафона, я увидела, как люди себя ведут. Потому что у них реальность меняется. У них всегда так было. Я все вру. Это все естественным путем к ним приходит. И эти девочки, которые меня хаят, квартира им пришла. А что они сказали? Они говорят, да, вот мне сейчас на марафоне пришла квартира. Я получила квартиру, переживаю новую большую квартиру. Но Нелли здесь ни при чем. Она сейчас заберет мои лавры, что я сама с собой проработала. Она заберет свои лавры и скажет, что это из-за нее ко мне квартира пришла. Нет. То есть я еще и хуевая, блядь, в итоге-то, что к ней квартира пришла. Я никому об этом не скажу, потому что Нелли заберет все лавры. Я-то с собой проработала. Я понимаю, что она с собой проработала. Я давала задание проработать с собой. Каждый работал с собой. Не я вам помогла, а вы сами себе. Но я вас мотивировала, давала задание, направляла, чтобы вы сами с собой работали. Понятно, что я не могу наколдовать вам квартиру и решить за вас вопросы. Вы сами эти вопросы решаете. Сами понятно, я согласна, что вы сами с собой работаете. Но при этом зачем меня хаять, что я вас хотя бы на это направила? Блин, скажите спасибо, что я вдохновила поработать сама с собой. Я честно признаюсь, что не я с вами работаю, я не шамали, над головой там никакие круги не вожу, ничего там в вас не пуляю. Я просто говорю, что, ребят, чтобы с собой поработать, задайте такие вопросы. Давайте, ну что, раскручиваю ситуацию, раскручиваю, наводящие вопросы задаю. Человек с собой работает сам, он отвечает на эти вопросы. Я не спорю, что сами. Но просто после вот этого первого марафона, который у меня был по вот этой теме три года назад, что началось, все резко забыли о том, что был марафон, и вообще кто такая я, я поняла то, что в моём же чате, потому что я его оставила пообщаться, я поняла то, что я больше чата не оставляю, я на протяжении трёх лет, потому что марафоны идут нон-стопом. Один заканчивается, сразу следующий. Они у меня платные, раз в год делаю бесплатные, но они не заканчиваются, они у меня постоянно. И каждый раз я удаляю чат, чтобы, блин, его не было. Потому что вот такая вот мура начинается. Но девочки придумывают, просто все, кто был на марафоне, добавляют всю мою аудиторию, которая была на марафоне, вот кто-нибудь создаёт чат, да, и не спрашивая, просто добавляет в чат и говорит, так, продолжаем здесь трансформировать. Теперь главное здесь я. Ну, кто-нибудь какая-нибудь там, та, которая хочет побыть главной, выделяется, создаёт этот чат, либо там несколько человек. Вот. И начинает гнуть свою линию и всех против меня настраивать. Для меня это только в одном случае хорошо и в единственном. Наверное, это единственное, для чего я создаю такую ситуацию. Чтобы, ну, больше не повторяться с этим. Ко мне выдохнуло, рассталось с этой информацией. Приходит следующее. Не держаться за прошлое, не держаться за старое, не держаться за свои творения, не держаться за свои идеи. Отдала эта идея, всё, смирись, её будут все копировать, если она реально классная. А меня все копируют, потому что она реально классная. Если я кого-то копирую, он тоже классный. Все классные, блин, если я никому не нуждаю, меня даже не вспоминают и не берут мои техники или техники, которые я взяла у кого-то, я честно, когда что-то беру, я говорю, чьи они. Передала, и если мы их используем, они реально классные. Мне классно для этого. Просто не надо за это держаться, и я иду дальше. То есть для меня эти ситуации хороши с этой точки обзора, что окей, классно, значит, мне пора двигаться в другие направления, двигаться, вообще все по-новому, говорить, мыслить, посмотреть на все эти ситуации вообще с нового взгляда, с новой точки обзора. Поэтому молодцы, девочки, что создали такое говно. Но при этом они заблокированы. Я не хочу, чтобы они дальше меня наблюдали. Все, кто там в чате сидит, меня больше наблюдать не будут нигде. Ни в Ютубе, ни в Инстаграме. Я еще поле почистила от токсичных людей. Ху из ху, понятно? Так что, когда у них исчерпаются идеи, которые я из них выкачала, как они говорят, их инсайты рассказываю. Ой, на марафоне 700 человек. Откуда я там могу вообще что-то читать? Вы думаете, я читала, что там пишут по 2000 сообщений в 5 минут? Что, очумели, что ли? Вот, я занималась написанием заданий и как бы с Викой и нам некогда было читать их инсайты. Ну, выборочно, когда мне хотелось, я могла что-то почитать. Так, о чём я вообще говорила? Блин. Ой. Короче, я кайфую от того, что чищу пространство от токсичных людей, с которыми перестаю резонировать, плюс иду в новое. Нелли, ты меня так включила на марафоне, честно скажу, что чат общения не читала, но выполняла все задания. Вот, как бы чат, он был необязателен. Чат — это для того, чтобы задать вопрос, если ты в чём-то там не разбираешься. Если ты выполняла задания, прекрасно. Чат не нужен для этого. Нужны были задания и отчёты. Эх, продолжаю выполнять. Я на таком подъёме, у меня столько идей появилось, люблю тебя. Та-та-та, класс. Я опоздала не в теме, что произошло, было на марафоне бомбическом. Да. Мы уже проехали. По мне, не стоит эта ситуация столько времени и эмоций на неё тратить. Так, очень даже стоит, очень даже стоит. Я вообще не могу понять, откуда у вас такой шаблон пропускать всё нахер в вашем мире, которое в вашем мире личном творится и вызывает на эмоции. Вы наступили на говняшку, можно пройти мимо, можно пойти, увидеть, что это говняшки и помыть свои ботинки. Вы хотите просто мимо пройти, при этом у вас будет вонять и вы будете зажимать нос и говорить, не, не пахнет. Нет у меня никакого говня на ботинках. Я стараюсь наблюдать свой мир, что у меня в мире творится и проживать эту игру, играючи по полной программе. Я не хочу говорить, что это со мной не происходит, когда это реально со мной происходит. То есть я не хочу закрывать уши, глаза и говорить, не, не, это как бы мне пофиг, это не моё. Мне так неинтересно. Играть так играть. Экшн так экшн, ужасы так ужасы. То есть, блин, жизнь она такая крутая, столько в ней интересного и хочется во все эти игры поиграть. как везде там поэмоционировать. Только я, когда эмоции свои проявляю, я проявляю их, не сливаюсь вообще в это. Вчера проводила пример с VR, с кинотеатром, с 3D кинотеатром. Когда вы одеваете эти очки, играете там в стрелялку, смотрите ужасы, либо идёте, вот я была в Диснейлендах разных, и помню ещё попала на этот, какой сейчас праздник был? Хэлвин. Вот. И там, в Диснейленде, где же мы были? В Испании. Был Хэлвин. И у них такой был аттракцион, когда страшные чудища пугали, и тебе нужно было пройти по лабиринту. По лабиринту нужно было идти минут 30. Он очень большой, через весь, блин, парк. И там были ограждения, и нужно было вот идти, и на тебя нападали, там с настоящей бензопилой стоял чувак, и мимо него нужно было пройти, а он на тебя кидался, это было реально страшно. Я орала, настолько мне было страшно. Меня колбасило, у меня текли слёзы, муж меня держал за всё, что можно, чтобы я не падала в оморок. При этом я понимала, что это игра. И, понимаете, одновременно ты понимаешь, что ты играешь, как бы смотришь на это со стороны, и понимаешь, что с тобой ничего не случится, тебя никто не убьёт, это игра. И в то же время ты испытываешь реальный ужас, и от этого тебе так кайфно, потому что ты заплатил деньги и проходишь этот аттракцион. И ты понимаешь, что ты в Диснейленде. И это так круто, испытывает по-человечески, настоящие человеческие эмоции, но не вовлекаясь в это. Вот точно так же я привыкла испытывать вот эти эмоции от того, что вот творится. И вот сегодня меня бомбило с Викой, и мы ржём, и плачем, и ругаемся, при этом близко к сердцу, вот так вот мы не принимаем. Да, неприятно, но мы кайфуем от этого, потому что мы понимаем, что это часть игры. А вот не стоит на это обращать внимание, короче, это не про меня, ребят. Я не пройду мимо такого крутого экшена, таких крутых эмоций, тем более, которые эмоции меня двигают. Если меня что-то раздражает, значит, я остановилась, мне что-то не хватает, куда-то мне нужно двигаться, где-то чего-то я не вижу. И эти ситуации помогают меня увидеть. А как иначе? Я по-другому не знаю, как развиваться. Мне нужно через жопу развиваться, понимаете? Блин, они крутые, поэтому. Так что, может быть, вам стоит присмотреться, действительно ли это вас не касается, или вы просто стараетесь не слышать, не видеть, и от этого теряете потом слов, зрение, нюх, еще что-то. Как там Вика? Пусть покажет кусочек ноги, как в прошлый раз. Вик. Вау, класс. С Викой все в порядке. Пусть случится. Да. Кто счастлив, тот и прав. Нелли, сидим с мужем и думаем, в слове конченый, какие плюсы столкнулись с такими людьми. Вот я с ними тоже сталкиваюсь. конченые, это те, которые остановились, скончались, кончились. У которых конкретная остановка. У которых конкретная остановка, да, им жопопинок нужен для того, чтобы двигаться. Ну, так как они и ваше зеркало, то вы где-то остановились, и вам нужен этот жопопинок. пинок. Ой. Вообще, я устала болтать, прекращать это дело на сегодня, а то, как вчера на три часа. А я сегодня узнала, что у меня деньги есть. Да ладно! А вот на себя, значит, тратить не могу. Да? Слушайте, у меня тоже деньги копятся, 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 я не знаю, куда их тратить. Ну, не надо только мне писать, а да и мне. Это ненормально. Они же на какие-то желания ко мне приходят, а я не могу понять, на какие. Потому что, ну, вот вроде как открыла для себя Бали, что можно лететь, да, открыла частный самолет для себя, можно лететь. Открыла для себя... Чего? Даже не знаю. Ну, как бы вот, в Бали самолет надо лететь, походу. А можно помогать взрослым детям деньгами? Мне мама всегда покупает продукты, вещи, нужно. Мама, пожизненно мама для своих детей, какие бы дети в каком бы возрасте ни были. Главное, вы не становитесь мамой, ну, вы мамой можете быть только для своих детей. Не становитесь мамой для мужей, для мамы, для бабушек, для братьев, там, для друзей, для знакомых, мамочкой. Мамочки — это те, которые всех учат, получают, обеспечивают, там, еще что-то. Ну, много показателей. Вот. И не становитесь ребенком для мужа, тем более, да, и не становитесь ребенком для своего ребенка. Вот. Пускай мама всегда играет роль мамы для того, кого она родила. И если она вам помогает, это ее нормальная роль. Почему нет? это хорошо. Дети маме тоже могут помогать. И не только могут, а нужно, потому что дети, ну, как это дети не будут помогать маме? У детей тоже есть роль помогать своим родителям. Поэтому не надо тут говорить, что вот, ты такую фигню говоришь, как это не помогать родителям. Помогать. Помощь просто разная бывает. родители помогают своими нравоучениями, а дети, у них другая помощь. Адекватных не настроить против тебя. Слушайте, я сама неадекватная. Это они адекватные, правильные, там, все такое. А мы с вами неадекватные. Ой, сколько тут этих сообщений. Надо сначала прочморить всех, ныли, потом фигли молчать, если они сами просят их чепушить. Андрюх. Ты всегда, блин, великолепен. Я тебя обожаю. Я тоже не понимала, как у девчонок хватало времени 24 на 7 сидеть, писать в чате. Да, я сидела, писала в чате 24 на 7, и то я успевала почитать только вот такую маленькую крохотную часть. Ну, мне нравилось. Я вообще обожаю свои марафоны, иначе бы я их не вела. Ну, мне нравится. А, ну, сейчас они в чате там чепушат. Знаете, что они про меня сказали? Что я, сука, полное, которые делают бизнес на вас, обирая вас. Что я еще делаю? Короче, у меня маркетинг, и все. А то, что все в бесплатном доступе после прохождения бесплатного марафона, как бы они это не помнят. у них реальность появилась. У них реальность появилась. Ай, круто, нынечка, бесится, научиться беситься и не принимать близко к сердцу. Да, высший пилотаж. Так, идите в VR, поиграйте, и вы поймете, как это делать. Походите реально на ужастики, походите на фантастику. Вот, кто больше всего ужастики боится, туда, идите в киношку сходите. Сходите на ужасы, вот 5D, 7D, 12D, 10D, вот такие маленькие кинотеатры, где ты сидишь, а там все двигается на тебя, вода, воздух, шнурки по этим ботинкам прыгают, тебе кажется, что мыши по ногам бегут. Ну, короче, вот с ощущениями сходите вот в такие штуки, чтобы вы поняли, что эмоции настоящие, эмоции радости настоящие, эмоции ужаса настоящие, эмоции, ну, блин, гамма просто разная, и вы при этом понимаете, что это игра. Потренируйтесь хотя бы вот так искусственно, чтобы потом в жизни вспоминать и применять. А я в рабочем состоянии, и у меня тут в эфирах... А, Вику в рабочем состоянии в эфирах показывают. До чего техника дошла? В ухе звенит, Нелли все сильнее и сильнее. О чем не понимаю? О чем? Сильно ору, да? Извините. Я ору сильно, да? Да, я ору. Канал рефлексии есть еще? Не нашла на топлинке. Да, есть. Как он называется в топлинке? Красная кнопка? Не надо смотреть, не помню. Вроде красная кнопка была. Вроде рефлексия написана. Я тоже сейчас на Бали. О-о-о-о. Может быть, мы там встретимся. Спасибо тебе за кофточки, блин. И за курточку, что прислала мне со Швейцарии. Я очень рада. Канал видеорефлексии. Канал... Видеорефлексии. Видеорефлексии называется. Черные кнопочки. Черные кнопочки. Нелли парень ведет себя как ребенок, но ему приходится играть эту роль, потому что ты включаешь роль мамочки. Рассмотри. Он обижается, да, блокирует, да, требует повышенного внимания. Ну, как бы, внимание к самому себе нужно срочно. Я не реагирую, мне на это пофиг. А вот и зря. Вот и зря. Надо на это реагировать и осознать, о чем это тебе. Почему мои близкие считают меня ребенком, даже ругают, а мне заполненник? Так это хорошо, что ты сохранила эту легкость, эту детскость, эту простоту, этот кайф к жизни, потому что чем взрослее люди, тем больше нагружены своими шаблонами, знаниями, правильностью. Я все знаю, и чем больше я знаю, тем тупее. Ну, потому что, блин, я же все знаю, уже ничего не интересно, одни заботы, одни планы, одни цели. Короче, вот эта легкость, она теряется в жизни. И они просто завидуют, что ты такая вот крутая. Не растеряла эти чувства. Ой, ты мразота, мне дала все бесплатно, как мне стыдно. Ну, вообще не понимаю, как так можно? Нелли, похвастайся подарками. Дело в том, что эти подарки привезли со Швейцарии в Москву. Их получила моя подруга. Они лежат у нее дома. Я в Краснодаре. Скоро я пойду в Москву и померю эти подарки. Пока я свои подарки видела на фотографии. Поэтому не могу показать. Трын-тырын-тырын. Нелли, как похудеть? Осознать первое, 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 первое. И самое главное, то, что мое желание быть полной. Какие ассоциации вызывает полнота? Первое. Второе. Для чего я хочу? Какие выгоды? И что мне мешает похудеть? Для чего я хочу похудеть? Какие выгоды не быть худой? Вот все вот эти вопросы себе задать, выписать на листочку, начать осознавать. Вот. Каких чувств тебе не хватает на самом-то деле? Полноты чувств. Каких? Мы полны, но эти чувства подавлены, накоплены в нас внутри. Плюс еще есть такой шаблон, что полный – это некрасивый, а типа худой – это красивый. Бред сивой кобылы, ребят, вот честно. Очень многим мужчинам, блин, большинству нравится полные девушки, они худые. Я не знаю, откуда такой шаблон. Вернее, я знаю, откуда такой шаблон. Понятно? Мы сами себе через телевидение, через общество навеяли такую ерунду. Но придет время, когда каждый будет кайфовать от своей индивидуальности и не будет гнать вот так. Рассоздать шаблоны. Почему? Я считаю то, что полный – это красивый. Другое. Есть другое. Я хочу похудеть не из-за того, что я себе не нравлюсь, а из-за того, что это на сердце нагрузка, мне тяжело ходить, одышка. Тут уже другие шаблоны. Надо разобрать проблему с сердцем. Это не принятие, не любовь к себе. Надо разобрать одышку, потому что я не хочу отпускать свое прошлое. И я не хочу принимать мир таким, какой он есть. Хочу все изменить. Мне ничего не нравится. Все, что я имею, я не вижу, не ценю, все обесцениваю. Но вот того, чего у меня нет, мне срочно надо. И как только это приходит, я тут же опять это обесцениваю и даже не замечаю, как в жизнь очень много всего приходит. Примерно так, в двух словах. Но это нужно разбирать. Плюс посмотрите, у меня есть посты про полноту и почему я толстый. Толстый я. Короче, три поста у меня или два выложено здесь, в Инстаграме, про полноту более подробно. Я не доктор. Я просто перевожу материальный мир на наши мозги. Проектор в голове, пленка в голове. Вовне просто проекция, просто фильм, просто кино. И мы на это кино можем влиять, меняя пленочку в голове, рассматривая эту пленочку, рисуя эту пленочку, творяя эту пленочку. Вовне мы ничего менять не можем. И я не доктор. А кто? Так, излишняя потливость. Слушайте, я не знаю. Давайте ассоциации. Давайте вместе. Я даже ни разу вот этот вопрос не разбирала. Давайте ассоциации. С чем ассоциируется пот и какая функция пота у человека? Ну, то есть, выходит что с потом? Напишите. Венера, напиши, что такое для тебя пот. И все остальные, попытайтесь рассказать, для чего нужен пот человеку. Какая функция пота. То есть, у нас с потом выходят шлаки выходят, да. Что такое шлаки? Токсины выходят. Что такое токсины? Здравствуйте, да, привет. Вода. Хорошо. Что такое вода? Мы как раз на практике сейчас разберём, как рассуждать. То есть, вы можете эти рассуждения переложить, ну, на любую вообще болячку. Лишняя вода для охлаждения, для циркуляции. Да, всё правильно. Выходит лишнее не нужно. Это очищение, выход негативных эмоций, вода, токсины, пережитки организма, феромоны. Кстати, да, феромоны, скуд, спот. Страх отпугивает. Ещё и пот страх отпугивает, да. А ещё через пот очень сильно сексуальность возбуждает вокруг людей, но люди почему-то это не хотят признавать. Через пот очень много выделяется то, чего нам нужно. Либо это очищение, да, либо мы кого-то привлекаем своим вниманием, либо есть афротезиаки, привлекающие, а есть аттрактанты, репелленты, которые отталкивают. И спотом выделяются как привлекающие, так и отвлекающие, да, феромоны. Феромоны, аттрактанты, репелленты, в общем, всё. И скажите, пожалуйста, теперь человек часто потеет, когда нервничает. Ну, причины мы не будем разбирать, почему он потеет. Понятно, что все болезни от нервов, долги от нервов, не любовь к себе от нервов, нет любимого человека от нервов, нет дома, нет машины, стукнули машину, всё от нервов. Понятно, потому что от нейронных связей наших плёночек складывается мир. Мы даже не будем об этом говорить сейчас. Я просто хочу вам путём этих рассуждений показать, что вы накидываете ассоциации, какая функция у пота. Передать какой-то либо сигнал, привлекающий, либо отталкивающий, либо очистить организм. Но большая функция организма для очистки это у нас писать, какать, то здесь больше функция, я так думаю, что вы либо хотите кого-то отталкивать, и вокруг есть у вас какие-то люди неприятные, либо кого-то привлечь. Здесь уже жизненную ситуацию вашу нужно вам описать, кто рядом с вами находится, какая ситуация с родителями, с мужем, с детьми, с друзьями, либо на работе. Вспомните ваши конфликты. Хотите оттолкнуть, либо привлечь понравиться, либо чтобы он исчез из вашей жизни. Вот что вы хотите. Он либо она, не знаю. Пот не воняет. Но почему не воняет? Есть пот, который воняет, есть пот, который не воняет. В зависимости оттолкнуть вы хотите либо привлечь. Опять же, мы просто про пот сейчас говорим. Не будем в крайности впадаться. наверное оттолкнуть. Наверное. Ну вот посмотрите, кого вы хотите оттолкнуть. Кто вас заколебал? Как его? Теперь вот вы поняли, да? Вот вы сейчас ответили, я дождалась ответа вашего, а вы хотите оттолкнуть этого человека. Вот вы осознали. Дальше. Задайте себе следующий вопрос. Какими способами? Новыми, другими, не через пот, а другими способами. Я могу придумать, чтобы оттолкнуть этого человека по-другому. Идите и сделайте это. Вам не придётся потеть, чтобы его отталкивать. Это одно из рассуждений. Бывшего мужа хочешь оттолкнуть? Нормально. Можно его удалить из жизни другими способами. То есть у каждого будут рассуждения свои. То есть вы смотрите на свою жизненную ситуацию. Каждый орган в теле имеет какую-то функцию. вот эту функцию вы хотите использовать во внешнем мире, либо её не используете. Одну из двух. Там уже легче догадаться. Не используйте эту функцию в жизни, переложив её на себя. Либо наоборот используйте, но не так, как хотелось бы. И для чего вы её используете? разбирайте. Так, ко мне феромоны зашли. Бывает, я их распространяю. Неприятный пот репелленты, аттрактанты, а приятные феромоны привлекающие. При мысли о нём я сразу в жар. Нормально. Ты хочешь оттолкнуть его? Давай придумай способы теперь, как его оттолкнуть по-нормальному. Сказать ему так, чтобы он точно понял, либо что-то такое сделать, чтобы он точно понял. Включаем фантазию, идём творить. Всё, вот тебе жизненный путь на ближайшие несколько дней. Говорят, ещё нужно попотеть для достижения чего-либо, а у неё сейчас единственное достижение, как его выгнать из своей жизни. Вот такое у неё сейчас будет достижение. Но она же не знает, как её достигнуть другими способами, потому что она взвешивает умом. Блин, а может не надо, может не стоит, а мне его жалко или ещё что-то. А как же я буду платить за квартиру, он же мне тогда деньги не даст. Ну или, короче, куча всякой ерунды, почему она его ещё не оттолкнула. Но перед тем, как должно исполниться желание, осознайте противоречивые желания. Вы действительно готовы расстаться с тем, из-за чего вы хотите, чтобы это желание не исполнялось. например, вы его не хотите отталкивать, потому что он там помогает вам материально. Вы готовы остаться с мужчиной, который будет не помогать вам? Если да, то всё, смело идёте и говорите, слушай, отстань от меня, я из-за тебя потею. Просто ты в тебя в жар постоянно кидаешь. Так, ладно, это был пример, как рассуждать со своими болезнями, болячками, такими там. Ладно, на последний вопрос. Какими другими способами я могу создать гармоничное отношение с молодым человеком, не задирая на нём и сохраняя конфетно-букетный период? Не задирая какой вы там слопотель написали? Не замыкаясь на нём, может быть, да? Как по-новому? Не знаю, это ваша фантазия должна теперь играть. как по-новому построить отношения с букетно-конфетным период? Исключить из этих отношений ребёнка, роли ребёнка, ребёнок, чё делает? Чё делает ребёнок? Каждый эфир, не залипая, да, чё делает ребёнок? Он дуется, обижается, гневается, всё хочет, но ничего взамен не может дать, он не может взять на себя ответственность, он не может сообща, решать проблемы и не сказать, так, пошли в папаня думать, мне хоть и годик, но я сейчас с тобой решу, как за квартиру платить и где бабки зарабатывать. Нет, он такое не думает. То есть, он не решает ничего. А роль мамочки-папочки это когда за всех решают, берут ответственность за других, знают, как другим жить, получают и так далее. Для своего ребёнка личного, которого вы родили, это нормальное поведение мамочки. Но между отношениями М и Ч таких отношений не должно быть ни мамочки, ни детей. Должны быть равноправные отношения, где они умеют договариваться. Это не значит, что они должны вместе одинаково зарабатывать вообще не про это, а про то, что они должны обсуждать вопросы вместе, они дутся и не ждать от другого в ожиданиях свои неоправданные вот эти ожидания. Ты не сделал, что я ожидала, ни хера ожидать вообще, и навешать на него какие-то ожидания. Дай ему жить, взрослому человеку, почему он должен делать так, как ты хочешь. Вы должны договориться и делать каждый, как каждый хочет. думай дальше, что вам ещё делать. Как играть? Когда я начала смотреть в себя, у меня появился шум в ушах, иногда доходит до свиста. Это связано с нейронками, ну, думаю, да. Это нормально, когда постоянно инсайты, а потом шум и гул в голове. Вот у меня то же самое. Я уже смирилась о том, что у меня шум в ушах очень частый. Я поняла благодаря тебе, почему у моего ребёнка приступ в виде спазмов в правую сторону. Я всегда во всём права. И времени на себя нет. Вы ответили на вопрос так, давайте теперь воспитываем себя. Для этого надо быть осознанным, понимать, что я сейчас сделаю, что я сейчас чувствую, и выбирать всегда в первую очередь себя, свои чувства, ставить себя на первое место, а всех остальных уже на потом. Когда вы себя любите, вам такое же будет отражать. И все пазы желаний совпадают. И в первую очередь, когда вы разрешаете себе исполнить своё желание, тот, кто с вами резонирует, исполняет своё желание. Когда вы думаете, что это, блин, для других неудобно, вы палки в колёса ставите тому человеку, который пришёл с вами, резонирует по его желанию. Они же должны совпасть, ваше желание, искренне, его и ваше. Вот. Но вы себе не разрешаете. Вам ради кого-то надо, ради своих же собственных нарисованных некимаусов, человечков из вашей головы. Сохранять конфетно-букетный период. Это остановится, продолжение должно быть. Так, это вопрос или утверждение. Зачем загадывать, как оно будет? Вы попробуйте хотя бы прожить в состоянии... Блин, ну, просто так говорить, да, букетно-конфетный период, когда никто никому не должен, и вы влюблены, надышаться друг другу, друг другом не можете надышаться. Но как только вы начинаете предъявлять претензию, ваши отношения рушатся. Вы можете жить вместе, спать вместе, блин, семью строить вместе, в одном доме жить вместе. Вот. Просто уберите претензии к друг дружке, уберите ожидания друг от друга, перестаньте контролировать, и все у вас будет классно, ваш букетный конфетный период в семье будет продолжаться. Что вы вообще говорите, я не понимаю. Какие продолжения? Не надо загадывать вперед, а что там там будет? А если он от меня уйдет? А если, а если? Не надо вот это придумывать себе. Живите здесь и сейчас, сегодня, как последний день проживайте, вот как будто этот день, он последний. Блин, реально же последний, такого дня же никогда больше не будет. Он последний, ну, так проживите его настолько классно, празднуйте свою жизнь каждый день, как праздник, что больше такого дня не будет. Не надо загадывать, что там будет завтра. Мы, когда загадываем, а вдруг что-то там будет завтра, мы сейчас не разрешаем себе очень много сделать, потом еще жалеем, и потом еще живем, и тратим время на сожаление о прошлом. Вот, надо было вот так сделать. Не надо так. Так, 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 все, благодарю за эфир, я уже не могу, мне уже язык опять заплетается. Кто-то у нас рулит погоду в своей реальности, захотела на день рождения снег, он пошел, поздравляю, Кристиночка, с днем рождения, накрывать виноград, накрывать виноград, и подумала, блин, теперь будет тепло, раз я накрыла, и вот, плюс два, снега нет. я ушла, я вас целую, я очень рада, что вы на прямых эфирах со мной, еще раз хочу напомнить, Вика, иди сюда, расскажи про вот это. Так, ставьте лайки. Все, кто смотрел эфир, кому понравилось, кому не понравилось, ставьте лайки, делайте репосты, отправляйте друзьям, знакомым, всем, кого знаете, всем, кого любите. Это мой лишний, 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 это лишний помощник. Лишний помощник, да, он уже часть меня. Личный помощник рассказывает мне и вам, короче, что нам делать. Давайте пойдем, комментируем и делимся. Это первое. Второе, про ТикТок. В ТикТоке ищем Нелли Давыдова один. Так же, как аккаунт из Инстаграма. Мы хотим набрать тысячу подписчиков, чтобы в ТикТоке вести прямые эфиры, то есть вы можете не смотреть, просто подпишитесь на Нелли аккаунт, да. Как будет тысяча подписчиков, я смогу прямые эфиры. И будем проводить прямые эфиры. Завоевывать новые площадки, новые территории и расширяться. Помощник никогда не лишний. Слушайте, тогда просто ее надо вывести из роли помощника, а роль... Да, Кристина, Вика, все. У меня два помощника Кристины. Я лишняя Кристина, походу. У меня есть помощник Кристина и Вика. Вот, мы втроем. Команда... Вообще в команде сейчас сколько осталось? Мы почистили, уволили всех. 18 человек осталось. Но вот личные два помощника, это Вика и Кристина, по-моему, это уже не помощники, а части меня. Поэтому оговорочка по Фрейду была... Ты еще и рэпер. Давай еще раз напомним. Для Ютуба теперь. Для Ютуба. Лайк, репост, комментарии обязательно. Подписывайтесь на меня, ставьте колокольчик. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Да-да-да-да-да. В ТикТоке уже на меня подписалась. 20 человек, кстати, подписалось, я видела. Спасибо. Фильм посоветуйте, пожалуйста. Мне пришел на ум Форест Гамп. Ой, не знаю. Хороший. Посмотрите фильм «Матрица». Вот я его советую уже несколько дней, все части. Давайте его обсудим на днях. Как вас найти на Ютуб? В профиле Инстаграма ссылка на меню. Туда заходите и все кнопки на все мои ресурсы, на все мои объявления, на все мои книги, Ютубы, Ютуб-каналы, путеводители, Телеграмы, вообще, что хотите. Кстати, а кнопку на ТикТок ты можешь поставить сейчас в меню? Да, наверное. Сейчас поставим еще кнопку на ТикТок. Наконец-то увидел Вику. Слушай, Вика, во-первых, была в прямом эфире в прошлом. Да. И в позапрошлом. И в позапрошлом. А во-вторых, она на нашем общем канале, где мы общаемся в рефлексии, тоже видяшки записывали. Чего ты врешь? И еще мне нравится то, что у нас очень много мальчиков активировалось. Где мы можем с вами пообщаться? Это ждите прямые эфиры, спонтанные, либо канал рефлексии, где вы в аудио что-то говорите, а я вам в аудио буду что-то отвечать. Что-то кому-то что-то. А мне Матрица уже скучным кажется. А в воспоминаниях крут. А сейчас он скучный. Так, ну давайте какой-нибудь другой. Форест Гамп пришло на ум. Ну, я не знаю, зачем. Но я Матрицу люблю. Какой еще фильм бы я посоветовала? Какой жанр-то ходит? Честно, блин, я не могу вспомнить ни один фильм. Я вообще фильмоед. Я фильмоед. Посмотрите «Бумажный дом» сериал. А, сериал «Бумажный дом». Кто не видел? Мой любимый. Но он не связан никак вообще с тем, что я вообще видела когда-либо. Это про чуваков, которые банка грабили. Блин, но очень круто. Ход королевы. Сериал Махаб Харата. О, кстати, АО. АО. Сериал ОА. Сериал ОА. Еще посмотрите. Вот сериал Махаб Харата. Не знаю. Я не знаю, такой сериал. Да, мне сложно даже прочитать. Синий короб фильм. Сериал Дело. Это я сейчас диктую, потому что потом не будет ваших сообщений. Куда ты пропала? Бернадетт. Клевый фильм про осознанность. О, сериал ОА офигенный, да. Короб для птиц, кто любит ужасы. Я люблю. Спасибочки. Буду сейчас смотреть. А давайте еще под этим прямым эфиром. Сейчас его сохраню. Нужно его вообще сохранять или нет? Если я его сохраню, напишите все вот эти фильмы, которые сейчас озвучили, а то из моей головы же сейчас все это вылетит. Эффект Манделлы. Можете посмотреть, это не художественный фильм, а документальный, там 2-3 часа он идет. Очень интересный. Здравствуйте, сегодня про фильмы говорим. Да, но мы уже прямой эфир заканчиваем, поэтому начало шикарный фильм. Да, блин, крутой. Напишите под видео фильмы. Будем смотреть. Все, я вас целую, очень рада была. Лишний помощник всегда на связи. Лишний помощник. Все, ты мне сейчас троллить будешь. Ладно, давайте. Ух. Табу еще сказали фильм.